Красноярец Сергей Напалков скончался в госпитале Бангкока. В столице Таиланда он отдыхал вместе с женой. И 26 марта супружеская пара должна была вылететь в Красноярск. Самолет аэрофлота уже выруливал на взлетную полосу, когда экипаж обнаружил техническую неисправность. Вылет прервали и пассажиров около четырех часов продержали в салоне. Из-за духоты и нехватки воздуха Сергей упал в обморок. Позже выяснилось, что у него остановилось сердце. Тайские медики пытались помочь мужчине, но сегодня он скончался. Виталий Поляков разбирался, как все было. Он сейчас в нашей студии. Виталий, привет. Зачем вообще людей держали в заперти в самолете? Даша, привет. Ответа на этот вопрос пока нет. Но, судя по всему, он будет в этой истории ключевым. Потому что пассажиры говорят, что помимо Сергея Напалкова, от удушья в самолете, от жары пострадали и другие люди. Вообще, 26 марта для пассажиров регулярного рейса аэрофлота Бангкок-Красноярска начиналось буднично. Людей посадили в самолет, и он с задержкой примерно в 30 минут начал выруливать на взлет. Отследить его путь можно по сервису Flightradar. Самолет Аэробуса А330 с именем Лев Яшин катится по рулежной дорожке, но затем что-то идет не так, и он прекращает взлет. Пассажирам объявляют о технической неисправности и просят оставаться на своих местах. Стюардессы говорят, что вот-вот самолет начнет взлет, но этого не происходит. Спустя час в стоянке многие пассажиры чувствуют нестерпимую жару и нехватку воздуха, но людей продолжают держать в салоне. Некоторым дают подышать кислородом из специальных баллонов. Сергей Напалков в это время теряет сознание, тогда экипаж решает все-таки выпустить пассажиров. Вот что рассказал нам красноярец Алексей, который в этот момент находился на борту. Его жену также госпитализировали из самолета. Соответственно, уже становилось людям плохо, они начали стягивать в хвост самолета. Туда, где находятся холодильники, продовольственники, находится лед, обмазываясь льдом, то есть те, кому становилось хуже. И там же был Сергей. Сергей один из первых упал, то есть и потерял сознание. Через несколько минут у него остановилось сердце. На момент, когда подогнали трап, сразу же начали подъезжать скорые. Сергея Напалкова госпитализировали, при этом трое суток его пытались реанимировать. И тайская больница выставила супруге Сергея Надежде огромный счет, более трех с половиной миллионов рублей. И страховка вот такую сумму, очевидно, не покрывала. Надежда даже обратилась к красноярцам с просьбой помочь ей оплатить счет. Она опасалась, что врачи могут просто отключить мужа от аппаратов, которые поддерживали его жизнь. Это видеообращение она записала еще до смерти Сергея. У меня нет вопросов к тайским врачам. Они делают все возможное и невозможное. Они обещали бороться за жизнь мужа до конца. Они провели стентирование сердца. Они проводят диализ. Они проводят много важных и дорогостоящих процедур. Сегодня состояние Сергея ухудшилось, и он скончался. Аэрофлот прокомментировал инцидент в Бангкоке. В авиакомпании говорят, что система кондиционирования самолета работала. Пассажирам раздавали прохладительные напитки, поскольку в аэропорту было очень жарко, больше 30 градусов. Перевозчик уверяет, что пассажиров начали высаживать спустя два часа после установки самолета на стоянку. Люди уверяют, что скорую увезли в больнице четырех человек. Аэрофлот уверяет, что только одного. Еще до сообщения о смерти красноярца компания обещала урегулировать вопрос по оплате медицинских расходов Сергея Напалкова. Вот как инцидент авиакомпания прокомментировала в своем телеграм-канале. Во время стоянки к бортпроводникам обратилась одна из пассажирок и сообщила, что ее супруг плохо себя чувствует. Женщина также сообщила, что муж страдает аритмией. Бортпроводниками пассажиру была оказана первая помощь в соответствии с ситуацией, а также предложено вызвать медицинскую бригаду. От вызова медицинской бригады пассажир отказался, сославшись, что ему стало лучше. После начала высадки кабинный экипаж обратил внимание на ухудшающееся внешнее состояние вышеупомянутого пассажира. Была незамедлительно вызвана медицинская бригада. По прибытию на борт самолета медицинской бригадой было принято решение о госпитализации пассажира. Посольство России в Таиланде заявило о готовности помочь родственникам погибшего красноярца. Почему так долго пассажиров не выпускали из самолета? Этот вопрос мы сегодня попытались задать авиакомпании Аэрофлот, но дозвониться до офиса не удается. Трубку никто не берет. В любом случае возбуждено уголовное дело. По предварительным данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, в самолете отказала система подачи кислорода. Дело взял под контроль председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Вот что сообщает прислужба ведомства. Накануне рейса Аэрофлота не смог вылететь в Красноярск из-за неисправности и задержался на сутки. Во время ожидания, по словам пассажиров, в салон не подавался кислород. Людям становилось плохо. По изложенным сведениям следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса России. Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Авиационные эксперты на условиях анонимности сообщили новостям ТВК о возможных причинах трагедии. Они говорят, что людей могли не выпускать из самолета, чтобы избежать дополнительных затрат на их обслуживание. Солисты рассказывают, когда самолет находится на стоянке, его двигатели выключены. За энергообеспечение и работу, в том числе и система кондиционирования, отвечает ВСУ, вспомогательная силовая установка. И ее мощности в условиях тайской жары могло не хватить на поддержание нормальной температуры в салоне самолета. В любом случае, все обстоятельства трагедии установят следователи, а мы будем следить за этой историей.